Здравствуйте! Я Владимир Широгоров, историк. Рад вас приветствовать во втором эпизоде первого сезона видеоисследования «Берия. Заговорят классы. Личность, спецоперации, социализм». Маркс говорил, между капитализмом и коммунизмом лежит революционная диктатура пролетариата. Чем больше он, пролетариат, будет давить буржуазию, тем беженнее будет ее отпор. Владимир Ильич Ленин. Речь на митинге-концерте сотрудников ВЧК 7 ноября 1918 года. Ленин и Сталин связаны с жизнью и смертью, в делах и идеях. По мере нашего продвижения вперед к социализму сопротивление капиталистических элементов будет возрастать. Классовая борьба будет обостряться. Иосиф Виссарионович Сталин. Об индустриализации и хлебной проблеме. Речь на пленуме ЦК ВКПБ 9 июля 1928 года. Но не все, кто бурно аплодировали Сталину, интерпретировали Ленина так, как он. Когда будет сильный экономический удар, когда наступит катастрофа, заговорят классы. И тогда никакой аппарат не выдержит. А Сталин держится на аппарате. Сергей Иванович Сырцов. Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР. Из доноса Бориса Резникова. Секретаря партиячейки Литературного отделения Института Красной Профессуры. 22 октября 1930 года. Даже если Сырцов не говорил тех слов, и действительным автором того изречения был доносчик Борис Резников, гуру советской книжной торговли, или их выдумал Лев Захарович Мехлес, на тот момент секретарь редколлегии газеты «Правда», кому донос был адресован, о них стоит задуматься. Даже если считать синхронные мысли Владимира Ильича Ульянова, Ленина, и Иосифа Виссарионовича Джугашвили, Сталина, вырванными из контекста, их следует выделить и изучить. Эти тезисы как нельзя лучше отражают мировоззрение политиков-марксистов, пришедших во власть из революции, видевших мир в схемах классовой борьбы, видевших политику прямым действием классов. Отвернувшись от социальных классов, мы никогда не поймем ту схватку, которая свела Ежова и Берию в начальственном кабинете Маленкова 10 апреля 1939 года. А антагонисты в Москве, в Кремле, по всей России, тысячи которых легли с пули в затылок, в общие могилы, в 1936-1939 годах, а другие тысячи обживали начальственные кабинеты, навсегда останутся супергероями фэнтези, живущими как античные боги, в феерии собственных идей и страстей. Но все они были солдатами своей эпохи, эпохи борьбы классов. И каждому из них, не исключая Берию, та эпоха определила четкое место в строю. Сталин родился в декабре 1879 года. Сырцов в июле 1993-го. Они не были ровесниками. Их происхождение, их путь в революции, их место во власти радикально отличались. Они по-разному видели положение в СССР. Ко времени своих высказываний, пути развития страны и задачи ВКПБ. Они вступили в схватку, в которой заведомо более слабый Сырцов проиграл. В ноябре 1930-го года его идеи были осуждены советским руководством. Он был исключен из политбюро и ЦК, ВКПБ, а в 1937 году арестован и расстрелян. Но антиподами Сталина и Сырцова сделала вовсе не личная схватка за власть, а противостояние их теоретических тезисов, различное понимание классов и классовой борьбы, главного в мировоззрении марксистов. Сталин проявил себя выдающимся марксистом-леницем, подлинным теоретиком этого учения. Сырцов выглядел теоретическим слабаком, практиком-интуитом, выкладывавшим в марксистских терминах свои похожие вовсе не марксистские догадки. Тем не менее, проблема у них, как и у других мыслящих политиков СССР, была одна. Ни Маркс, ни Ленин, ни другие классики марксизма не оставили четкого понимания того, чем является тот общественный строй, который сложился в СССР, в бывшей Российской империи, после Октябрьской революции, какие классы в нем существуют и как они действуют. В отличие от капитализма, разработанного марксистами вдоль и поперек, социализм, как тот общественный строй, постепенно стали называть, оставался загадкой. Маркс и Ленин оба посвятили гораздо больше описанию тех экономических и общественных процессов, тех политических шагов, которые должны привести к социализму, чем его определению как экономического состояния и общественного строя. Маркс был крайне скуп о социализме в том своем единственном труде, где он его упоминает, критика годской программы. Ленин в своем главном теоретическом эссе «Государство и революция» был о социализме много более красноречив. Но то было особое красноречие, которое больше выражает натуру Ленина как вождя практика, чем ученого-теоретика. Маркс и Ленин оба достигли своих целей. Маркс заворожил социализмом миллионы людей. Ленин утвердил его в одной, но гигантской стране – России. Но ни тот, ни другой не объяснили социализм. Он оставался уделом футуристов. Из скудного осмысления социализма Лениным следовало, что его проблемы являются проблемами экономической структуры и классовых отношений, существовавших в тот момент, когда пролетариат берет в свои руки государственную власть. Следуя Ленину, в конце 1920-х годов Сталин полагал, что в СССР, продолжает действовать экономическая структура, наследованная им из бывшей Российской империи и определенные этой экономической структурой социальные классы. Бывшая российская буржуазия, отстраненная от власти пролетарской диктатурой, тем не менее, продолжает свою враждебную по отношению к пролетариату деятельность в двух измерениях – скрытно в подполье, в самом СССР и открыто агрессивно из-за рубежа. В своей ненависти к пролетарской диктатуре бывшая российская буржуазия сомкнулась со своими коллегами из поделивших мир империалистических государств. Именно об обострении борьбы этого двуединого врага против пролетарской диктатуры в СССР предупреждал в своих речах Сталин, в свою очередь пролетариат, применяя захваченную государственную власть, должен экономически уничтожить буржуазию, политически изолировать ее, идеологически разложить и подчинить. В этой концепции все характеристики класса, орудия классовой борьбы и главный политический вопрос их схватки стояли на своих местах, как того требовал марксизм. Классовое сознание врагов пролетарской диктатуры было налицо, их цели понятны, их орудия определены. Враждебная подрывная деятельность внутри страны, экономическое давление и военная агрессия извне. Партии большевиков, как авангарду пролетариата и исполнителю его диктатуры, требовалось пресекать враждебную деятельность подпольной бывшей российской буржуазии. Также требовалось удерживать от военной агрессии империалистические державы, а при необходимости нанести им поражение. Сырцов не оставил масштабного и ясного теоретического наследия. О его идеях можно судить лишь по немногим его брошюрам, доносам на него и его допросам. О каких классах, говорил Сырцов, предрекая в 1930 году скорое падение пролетарской диктатуры и ее вождя Сталина и очевидно пугаясь, что она похоронит под своими обломками как лавина ВКПБ и его самого, Сырцова. Та экономическая структура, которую СССР наследовал из бывшей Российской империи, в 1930 году уже вполне проявилась. И определенные ей социальные классы активно действовали. Страна находилась в тяжелейшем кризисе. В ней фактически шла гражданская война. Классы говорили громко, осознанно, агрессивно. Но аппарат держался и Сталин не пошатнулся. Неужели Сырцов пророчествовал о каких-то иных классах, кроме хорошо известной и изученной классиками марксизма-ленинизма троицы «Крупная буржуазия», пролетариат, мелкобуржуазная стихия? Неужели он говорил о каких-то новых классах, еще не ведомых, еще не вышедших на арену, но настолько мощных, что они свернут шею пролетарской диктатуре и сбросят Сталина? Неужели в откровениях Сырцова, попавших в доносы и допросы, содержится разгадка той социальной борьбы, которая свела в схватке за власть Берию, Маленкова и Ежова в кабинете на Старой площади в Москве 10 апреля 1939 года, а четырьмя днями прежде привела группу захвата НКВД в роскошные апартаменты командарма первого ранга Фриновского? По дороге судьбы Берии последуем за ответом. Берия Заговорят классы Личность в спецоперации Социализм Берия Заговорят классы Личность в спецоперации Социализм Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok